Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник, и сегодня я хочу представить вам легкий, легкомысленный, необязательный, ни к чему не обязывающий формат распаковки. Давайте просто посмотрим на те материалы, которые у меня появились недавно. Это будут такие небольшие спойлеры своего рода к тем обзорам, которые ждут вас. И просто вы посмотрите на то, что я покупаю себе, чем я пользуюсь, над чем я работаю сейчас и какие материалы мне для этого нужны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Если вы сделали все эти три пункта, я хочу сказать вам большое спасибо, потому что эти простые действия очень помогают продвижению и развитию моего блога. И большое-большое-пребольшое спасибо я хочу сказать моим спонсорам на Boosty, благодаря которым мой канал все еще продолжает свою работу. Друзья, большое спасибо вам, вы самые классные, самые-самые лучшие, большое спасибо вам за то, что вы для меня делаете. Если вы еще не присоединились к нам, пожалуйста, по ссылке в описании вы можете сделать это. Вы можете поддержать просто мою работу как автора, как современного художника, для меня это очень актуально сейчас. Или вы можете поддержать сбор на какие-то краски, которые вам хочется увидеть в обзорах на моем канале. И взамен, конечно, вы получите доступ к разного рода эксклюзивности. И давайте будем переходить к этой распаковке, будем смотреть, что же там у меня появилось новенького. Ну что ж, переступим. И начнем мы, я и Мсье Нож, с самой большой посылки. Это холст. Ну, должен быть холст. А где Мельпардон-дыра? А, вот, ну, наверное, вот так. А, все. Все-все-все-все-все-все-все-все-все, я все поняла. Господи, я сейчас запутаюсь в этих проводах микрофонных. Да! Это оно. Это оно. Это оно. Это холстик от Гаммы. Кстати, это уже раз, два, три, четыре. Четыре... Четыре... Пятый холст от Гаммы, который я заказываю. Это лен. Так, сто процентов лен, мелкое зиро-зирно. Мне нравится, мне очень нравятся эти холстики. Я ими более чем довольна, поэтому я заказала себе еще. Не его одного, потому что вот эти три, это тоже маленькие холстики. Тоже Гамма. Так. Ну, малыш. И еще малыш. И еще малыш. Малышочки-холстики и масло. Ван Гог. Раз. И... Ван Гог двадцать. Такие дела. И еще я купила вот такие грунты Виста Артиста. Уже попробовала белый, черный пока даже не открывала. И знаете, что я вам хочу сказать? То, что мне не понравился этот грунт. Он очень-очень жидкий. В отличие от привычного мне грунта Таир. И я думаю о том, чтобы сделать обзор на него, рассказать вам о нем подробнее побольше. Напишите, что вы думаете и, в принципе, как вы относитесь к грунтам, что из грунтов вы любите, что используете, какие ваши предпочтения пожиже, погуще, поплотнее, попрозрачнее. Пожалуйста, все пишите, все буду читать. Вот. Это и первая часть. Так. И вторая часть. Она тут тоже не совсем хорошо влезает у нас в кадр. Будем пытаться это распаковать. Так. Шикарно. Главное не пролить чай. Что чайлышком стоит. И не уронить камеру, потому что это, знаете ли, очень частое явление. Так. Па-бам. Па-ба-ба-бам. Придется за кадром его вытаскивать. А что делать? Ну, собственно, тут ничего особо интересного. Это еще один холстик гамма старый мастер, 50 сантиметров в диаметре, тоже 100% лен. Холстик у нас приехал. Отлично. Так. Камера съехала. Вообще шик. Так. И давайте вскроем коробочку. Коробочка. В коробочке должно быть что-то интересненькое. Например. Например, скорее всего, там акварель. Но акварель непростая. А как водится? С подвохом. Потому что я не могу успокоиться с блестящими всякими штучками. И я купила еще одну акварель ручной работы с блестяшками. Пока я не распаковала, вы можете написать ваше предположение, какого бренда я взяла акварель на этот раз. И вы готовы? Вы готовы. Значит, у нас здесь акварель Wings. В смысле крылья. Это у нас набор дот-карт блестящей акварели. Блестящая акварель. Да. О. 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 Они все закопованы. Запакованы в индивидуальные пакетики. Значит, у нас тут есть золотые, медяшки, блестяшки, блестящая фиалка, розовый металлик, синий блеск, блестящая бирюза, хамелеоны, интерферентные. И с первого по девятый нам предлагается пробовать цвет на белой бумаге. А с десятого по пятнадцатый блестят на черной или тонированной бумаге. Будем пробовать. Значит, дальше у нас есть кюветка снежной королевы. Тоже акварель Wings. Я думаю, что по выкраске уже многообещающие, что называется. Да? 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 Вы же ждете. Пробничек. Я забыла, как он называется. Нужно будет на озон посмотреть. Это микрокюветы по 0,5 миллилитра. Миллиметра, хотела сказать. Миллилитр, да. Это золото и, по-моему, какое-то то ли серебро, то ли... В общем, я напишу. Сейчас на экране появится скрин. Коробочка просто милейшая. Закрывайся. Псина. В общем, оно не закрывается, видимо, потому что вот этой вот серой налито гораздо больше. Ну ладно. Дальше. Еще пробники. Еще доткарты. Еще пробники. Здесь у нас мумии. Индийские красные. Синие. Зеленые. И, видимо, тоже какая-то как коричневая группа цветов, судя по плевочкам. Но будем пробовать. Конечно, очень интересная вот эта вот история с картиночками прямо на доткарте. Но мне, как вы знаете, это не близкая история. О, тут еще что-то есть. А что я вообще там заказывала? Я уже не помню даже. Помню, что набрала много вот этих вот доткарт, а что еще, что-то подзабыла. Так, значит, что у нас тут еще? Значит, видимо, это какая-то ресайкл бумага, как я делала в одном из своих роликов у меня было на канале. Сейчас появится подсказочка тоже. Я такую бумажку делала из переработанных материалов. Здесь у нас некая птичка и надпись из «Звенигорода с любовью». Ну, выглядит это все достаточно мило. И еще вот такие малышки-единички в качестве пробников. И последний пакетик у нас. Там должно быть крепление. Ну, какой-то он слишком жирный для креплений. Возможно, там еще что-то есть. А, нет, там ничего нет. Да, тут только крепление для картин. Я их обычно использую. У меня просто есть отдельно, сохранилось очень много гвоздичков, которые были в комплекте с такими же креплениями. И я их использую для подвесов вот этих вот круглых картиночек. Очень удобно до начала работы сначала прибить крепление, а потом уже грунтовать, писать маслом. И картину удобнее перемещать, куда-то вешать на хранение, на высыхание. В общем, вот такая вот история. Такая у нас сегодня была с вами распаковочка. Очень-очень интересная. Я, конечно, понимаю, что глупо спрашивать, что вы больше всего ждете, потому что понятно, что вы ждете блестяшки аквареля ручной работы. Но, тем не менее, пишите, что вы думаете по поводу всего этого. Пишите, имеют ли вы дело с холостами гамма, как они вам, что вы думаете про грунты, что вы думаете про блестяшки ручной работы, конечно же. Ну что, я надеюсь, это было, по крайней мере, приятно для вас, посидеть вместе, открыть по ссылочке, посмотреть на спойлеры, посмотреть на какие-то закадровые штуки. И, пожалуйста, пишите, о чем бы вам еще хотелось посмотреть, послушать на моем канале. Становитесь спонсорами на Boosty, поддерживайте мою работу. Это для меня очень важно. И я буду прощаться с вами. До новых встреч в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok